Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас же у стримеров такая ситуация, что все прям, ну вообще, кто-то лезет на стену и говорит, что все там, мы все прекращаем, кто-то ищет маленькие лазеечки куда-то, где-то протиснуться, и каждый день приходят какие-то новые новости, каких-то там блокировках, еще чем-то. Короче, сегодня утром я проснулся, а там Donation Alerts, он тоже, по сути, ну как по сути накрылся? Не, он не накрылся, он просто прекратил выплаты на WebMoney, куда они мне приходили. Теперь они будут приходить мне прямо на карту, а потом мне будет налоговая делать бонг, типа плоти налоги, а я не хочу, а надо, а придется. Зенбук, спасибо за кошка-жену, и сегодня после первого часа стрима мы пойдем тестить такую штуку, как боксики на этом сайте, посмотрим, как оно вообще работает, что это такое. И знаете, я вообще в край упоролся, смотрите, какой прекрасный отряд я сейчас активно... Короче, все, только не отписывайтесь. Ну, а оно интересно выглядит, так что да. Чиби, привет, ну так это не работает, блин. Так неинтересно. Ну, не, это не штучки из маны, это, блин. Ну, короче, потом увидим. Вот такая прекрасная штучка. Просто прекрасная, я уже немножко потестил этот отряд, он мне крайне-крайне нравится. Правда, пока вся... Ну, с Альбедо, с Альбедо, если посмотреть на его защиту, то, ну, 2,9к, да? То с Ешки у Альбедо, ну, хорошие тучки, в принципе, вылетают. Ну, дедушка ставит свой щиток, тут все понятно, тут все хорошо. Пока весь косяк заключается в Гора, в Ешке Гора, в его бафе. Потому что... Потому что... Ну, потому что, вот. Все, первого уровня, само собой. И пока этот баф дает только 206 защиты. И вот мне очень интересно посмотреть, что же будет, когда, может быть, даже корону сюда повесить. Что будет твориться? Короче, отряд крайне интересный, он вполне себе играбельный. Да, 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 Зенбук, я больше года играл только девчонками. Но потом, правда, дедушка к нам затесался. Но, в целом, по большей части, это были женские отряды. А теперь все. Рано или поздно, все меняются. Рано или поздно, все становятся людьми. Или, наоборот, не людьми. Тут как пойдет. Давайте, пока люди потихоньку подходят, мы быстренько закроем дейлики. А затем пойдем тыкать ивент. Посмотрим, что там. Субару, спасибо за три кошка-жены. Кот, да в смысле со мной все понятно? Все же хорошо. Рано или поздно, любой уважающий себя мужчина к этому приходит. Чича, привет. Да, 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 сегодня пойдем проходить новый ивентик. Это по-любому. И у нас еще висит же, висит это. Та самая штука. Арсений, знаешь, в чужие кошельки заглядывать как минимум некультурно. Ну, это как минимум некультурно, а в некультурном обществе за это еще и могут что-нибудь сделать. Но у нас общество культурное, поэтому мы просто говорим, что, ну, некультурно. Где? Где тот дейлик, последний, несчастный дейлик, который мне нужен для ачивки, и я бы пошел уже в Льюэ ачивку лутать. Саня, ты задал уже 10 вопросов. Ты мне заспамил весь дискорд с вопросом, можно ли задать вопрос. Потом, по-моему, в ВК с вопросом, можно ли задать вопрос. Ты задал уже как минимум 10 вопросов. Дим, спасибо, спасибо за 9 кошкожен. Просто, вот, вместо того, чтобы спрашивать, можно ли задать вопрос, можно было бы уже 10 раз задать вопрос, получить на него ответ, если вопрос какой-то адекватный, и особо не париться. Стрим разрабов? Не, я бы с вами с удовольствием его посмотрел, но дело какое. Есть один пунктик в правилах Натрова, который я не очень хочу нарушать. Там он прям конкретно так голосит, что, мол, ребята, не смотрите анимки, не смотрите фильмы, и не смотрите, желательно, видосики других каких-то людей, не стримьте спортивные мероприятия. Ну, не рестримьте, скажем так, спортивные мероприятия. И вот как-то не хотелось бы в первые, там, дни влезать во что-то. Я потом часиков в 9, ой, во сколько, не в 9, в 7, в 7 у нас на ютубе выйдет видео этого стрима, и я тихонько сяду спокойненько и под кофеёк это дело всё посмотрю. Да, грубо говоря, это авторские права, типа трансляция чужого видео. Короче, отряд этот мне нравится, за небольшим исключением. И это исключение, ну, блин, это когда гора выходит, и он немножко может получить по лицу, прям вот моментально. А, ну и дай, и без ульты атака. И то это отдельный вид искусства. Судаку, спасибо, спасибо за... Давай, хайпа, спасибо за эликсиры. Гостевил, да как бы нет. Откуда времени взяться на девушек или подруг, когда тут происходит такое? Человек, который стримит просто, ну, сколько, на, уже 10, да? А, нет, 9, 9 дней подряд. Любая здравомыслящая девушка давно бы боникнула. Ну, типа, а время там уделять и всё такое. Я, по сути, женат на стримах. Ну, это если очень коротко. Прям очень-очень коротко. Абоник. Блин, ну тут, тут же, по сути, ничего не прокачано. Тут, тут у Ито навыки не замакшены. У Альбедо тоже. У Альбедо, ну-ка, 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 подождите. Мне прям интересно стало. О-о-о. У Альбедо вообще всё печально. Но, тем не менее, тем не менее, заметьте, это вполне себе играбельно. Ну, кроме Гора. Кроме Гора. Гора не совсем здесь играбельный. А, и, ребят, большая-большая просьба, кто на Твиче будет смотреть трансляцию разработчиков, пожалуйста, не спойлерите в чатик, что там. Потому что, допустим, я хочу потом посмотреть всё и своими глазами увидеть. Ну, единственное, что можно спойлернуть, это, конечно же, какие там баннеры будут. Вот баннеры, да, это не такая уж большая тайна, вот баннеры я бы посмотрел. Просто, чтобы я прям уже вот сейчас знал, что мне делать, куда мне гемы сливать. Шад, я тебя потом боникну. Я знаю, где ты живёшь, я знаю, рядом с кем ты живёшь. То есть, даже если ты будешь куда-то пытаться убежать, мы тебя перехватим. Шад, ходи и оглядывайся. О, всё, готово. А знаете, что меня печалит-то на самом деле? В этом ивенте же нужно собирать команды из двух человек, да? А как? А у меня же вот. И как моя геопачка туда влезет? Хотя, если они войдут друг в друга, как и полагает он настоящим геоперсонажем, то, в принципе, мы можем вчетвером влезть в этот ивент. Ну, наверное, лучше не рисковать же, да? Определённо, лучше не рисковать. Ой, Шад, было бы тебя что искать. Тоже мне нашёл проблему. Женя, привет. Саня, спасибо за трапика. Кота, да. У ивентовых баннеров и у стандартного разные гаранты. Как же больно бьёт ИТ-то, да? Да, да, да? Без... Без ульты. Там просто всё на гео-урон. Поэтому физатаки у него, по сути, нет вообще. Серьёзно? Вот те пять монстров. Если мне прям очень понравится играть вот этими ребятами, то я, скорее всего, после того, как доделаю ИТ-то, я, наверное, прокачаю гора. Просто прокачаю для Ешки. Возвышу и прокачаю ему Ешку. Ну, не думаю, что это будет прям сильно затратно, но бафик мы получим, в принципе, неплохой. Учитывая, что и Ешка Альбеда от этого станет сильнее, и ИТ-то, в принципе, весь, целиком станет от этого сильнее. У нас же там всё скейлится от защиты ИТ-то. Под Ешкой гора у нас... У ИТ-то уже там порядка трёх к дефа, наверное. Да, три тысячи. А если ещё прокачать Ешкой и всё такое... Да, кот, мага-целителя смотрел, одной рукой смотрел, правда. Ой, одним глазом, одним глазом. Так. Всё, с дейликами справились. Здесь можно будет и сходить посмотреть, чего там наворотили в этом ивенте. Может быть, чего-то изменили. А может быть, добавили какие-нибудь новые условия. Да. Учитывая, что три гео... Да, 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 три гео же... ИТ-то и так. Ой, ИТ-то. В общем, когда в отряде три гео-персонажа, баф ИТ-то... Баф Гора становится ещё... Сильнее. Думайте, спасибо. Спасибо за 10 трапиков. Кстати, вчера... Вчера, держу в курсе, кошка-жёны в два раза обошли трапиков. Никогда такого, по-моему, не было. Да... Почему, по-моему, вообще такого никогда не было? Аниме какое свободное время смотрю. Да вот этот... Как его? А как его? А, клинок рассекающий демона. Вы сейчас, наверное, буду... Пересматривать с нуля, потому что я всё забыл. 86-х надо бы пересмотреть. Ай, потому что я до конца второй сезон не досмотрел, а уже забыл абсолютно всё, что там было. И, типа, продолжать уже смысла особого нет. А если и смотреть, то уже только с нуля. Бонник, бонник. Так, ещё немножко смолы я не дожал, да? Так. Ну, это не проблема. А, так, стоп, хзшка. Оно ещё полностью прям вот не... Мне Алекс... По-моему, Алекс говорила, что... Вот вышло уже, а оно, оказывается, ещё прям не совсем вышло. Там же большой перерыв был. Прям большой-большой. Но 1400 атаки у Итта. Это отдельный вид искусства. А, так Итта. Я же ему кое-какой наковырял сет. Всё-таки. Просто вот, ну, кое-какой слепил из того, что было, чтобы... Я не фармил ничего. Я просто полез в свою сумочку с артами и где-то что-то более-менее нашёл. Вот, допустим, если взять пёрышко. Пёрышко нам даёт 12% защиты. Ну, для Итта в самый раз. Правда, там не сетовые арты на Альбедо есть. Там, по-моему, два штуки, аж по 30%. Ну-ка, ну-ка. Да, у Альбедо сетта вообще никакого нет. Да, вот на 27% у него цветок. На 27% у него ещё и перо. Короче, с Альбедо всё хорошо. Так. Ну что? Поехали. Смотреть, что это за страшная штука. Хекюнин Ики. Говорят, что в неизвестной гильдии на окраине города Инадзума проводится открытый бойцовский турнир. В нём могут принять участие все, кто получает удовольствие от схватки. Как смертные, так и чудовища. Этот турнир называется Хекюнин Ики. Сформируйте отряды из двух персонажей и продемонстрируйте своё воинское мастерство. Приготовьтесь, устроить жару. Ну что, поехали. Здесь же опять, да, будет такая история, что мы сейчас за пять минут что-то закроем и нам скажут, приходите завтра. Дайте поиграть в ивент чуточку подольше. Говорят, на пикче рекламки стрима у китайцев был Венти. Да куда Венти? Венти ж был недавно, не? Я ж ничего не путаю. Венти же недавно, по-моему, был. Да год назад... Арира на Венти не было, разве? Ну, в смысле, в марте, я понимаю, в марте прошлого года, да? Ух, блин, ну тогда, да, тогда, возможно, и Венти прилетит. Но лучше бы Казуха прилетел. Эй, белокурый чужеземец. Угу, и снова здравствуй. Ммм, твои светлые волосы кого-то мне напоминают. Точно. Ты ведь золотое торнадо. Ты пристательно выступил на прошлом Хекюнин Ике. Эм, золотое... Короче, нам после того выступления еще и имя придумали. Новое. Мгм. Так, стойте, надо бы нам сделать... Во, сейчас сделаем пока вот так вот. Идь, да прилепись ты. Во. Все, пока сделаем вот так. Чтобы на текст чатик не нарезал, чтобы мне не приходилось его постоянно выключать. Золотое торнадо? В прошлый раз я наблюдал за выступлениями участников с края арены, чтобы собрать материалы для книги. И ты был подобен золотому торнадо, который сметает все на своем пути. Не золотой дождь и на том спасибо. Хорошо, ладно, золотое торнадо еще вроде бы звучит как-то адекватно. Чебурашка, спасибо за фоллоу. Давайте обойдемся без лести как-нибудь. Ну, в общем, недавно снова устроили хекюнин ики. Ну, понятно. Как бы там ни было, такое лучше не обсуждать на людях. Пойдем со мной. Пойдем. Но все же, ивент с собаками? С ниндзя-собаками. Ммм, отдельная история. А вы помните мою схватку легендарную с этими собаками? Ммм. А вот мы и пришли. Пройдя через эти крайне подозрительные двери, ты попадешь на арену битвы. Ммм. Очередные хлопоты. Получается. Правила те же, что и в прошлый раз. Монстры, искатели приключений и воины со всех уголков мира принимают участие в задорном побоище. На этом арене. На этой арене. Как и в прошлый раз, ты можешь привести друзей и товарищей. Ведь хекюнин в названии означает, что чем больше народу, тем веселее. Да, тем больше кровищ и все такое. Жду не дождусь твоего выступления. А ты опять не участвуешь, да? Я? Я участвую в роли зрителя. Я буду за тебя болеть. В конце концов, моя цель – написать самую эпичную книгу о сражениях. А не стать столь блистательным воином, как ты. И интуиция подсказывает мне, что ты станешь самой яркой звездой этой арены. Да не разочарую уж точно. Надеюсь, он на нас еще и на тотализаторе где-то там поставит. Уверен, ты сможешь поразить меня своим талантом фехтовальщика. Угу. Бои в Хекюнин Ике проходят по особым правилам. Персонажи должны быть поделены на шесть отрядов. В каждом отряде может быть до двух персонажей. И двух секретных приемов. Секретные приемы делятся на мастерские, изменяются в зависимости от испытания. И обычные, могут использоваться во всех испытаниях. К тому же, в этом испытании вы можете не только переключать персонажей, но и целые отряды. Переключение отрядов происходит в порядке времени их формирования. А-а-а! Все, ребят, я вспомнил. Я вспомнил, как это работает. Ну, тихо. Я в теории вспомнил. Я сейчас на арену-то зайду, я опять забуду, какие кнопки нажимать. Но, в целом, концепцию этой штуки я вспомнил. Да ладно. Это ж гемчики. Это ж гемчики. Да-да-да, блин, точно было. Вы можете использовать навык смена каждые 10 секунд, чтобы переключиться на следующий отряд. А если один отряд остается на поле боя слишком долго, его боевая эффективность резко снижается. Во-во-во, да-да-да-да-да, вот помню-помню. Переключение отрядов убирает все эффекты и конструкции, кроме элементальных статусов. Оставшихся после предыдущего отряда. Кроме того, если все члены любого отряда погибают, испытание завершается неудачей. При переключении команды и победе над противниками, вы будете накапливать порыв. Когда порыв дойдет до определенной отметки, вы повысите свой уровень боевого отряда, дающего бонусы в битве. Но если у вас не получится красиво выступить в бою и накопить достаточно порыва, полученный боевой порыв рассеется. Ну, сейчас бы мы не смогли красиво выступить. Во время этого испытания вы должны побеждать постоянно появляющихся врагов, чтобы за заданное время заработать достаточно очков. Среди противников больше очков дают силачи. По окончании испытания вы получите различные медали в зависимости от набранных очков. По-моему, текста здесь было больше. Мы больше читали, чем будем все это дело проходить. Так, что за награды? А-а-а. Короче, вот. Один этапчик. Как бы. Как бы. Вот это все мы еще пройдем с вами только через 4 дня. Ну, что я могу сказать? Гемов много. Однозначно. Считать мне лень, но много. Давайте красиво закроем. И так, господи, ну не здесь же, не при людях. А, давайте красивенько это быстро закроем. Гори мой микрокосмос. У каждого обладателя Глаза Бога есть определенное созвездие в небе. А значит, в каждом из них есть немного силы космоса. Экзорцисты Льюэ называют эту систему силы микроскопическим кругом обращения энергии. Микрокосмическим, простите. Или микрокосмосом. А-а. Не, ну само собой мы вот здесь вот, вот эту кнопочку нажмем на максимум, да? Угу, угу. Это кнопка, это кнопка. Так, огненный топор, щитовиков нет уж, да? А, каменный щит, ага. Ага. И написано, сколько за кого дают очков. Ну, допустим, допустим. Так. Что мы делаем? Йома сюда пойдет с... Да, пойдет с казухой, что ли? Фарон, спасибо за окошко-жену. Ой, в смысле? Стойте, стойте, подождите. Тихо, нам же сюда надо. Так, начнет Йома. Йома начнет с казухой. А зачем? Подождите, не. Не так это должно работать. Давайте для Йомы мы возьмем этого, вот этого парниша. Пускай будет. Все равно здесь один только будет ддшить, а второй будет что-то где-то делать. В смысле тестовых. А! Ой. Ой-ой. В смысле, в смысле тестовых. Так. Ты же мой, да? Ты мой. Даже так. Зачем мне Йома 80-е? Хотя, хотя. Если бы можно было просмотреть, что там за Йома. О, кстати. Чтобы повкуснее. А, ну, логично. Само собой. А, не, не, не. Стоп. Здесь же пира, пира должно быть, да? Да, 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 да. Берем сюда пира. Сюда мы цепляем, опять же, нашего пупса, чтобы был... Вторая пачка у нас будет козюлистая. Сюда мы тыкаем козюльку. А рядом с козюлькой я хочу, чтобы была какая-нибудь, ну, условно, условно... А-а-а-а. Уф. Какоми? Да, какоми. И сюда мы цепляем крио урон. Уф. Сейчас надо все это как-то правильно растыкать. Да какая тихо. Во, моя аяка. Хорошо, к аяке я бы взял мону. Взял бы? Точно взял бы. А мою мону еще попробуй найти. Во. Так, мону взяли. Крио нету, поэтому пока... Ладно, оставим там все это дело без бафа. А-а-а, здесь у нас будет дамажить, скажем-скажем, условная эолочка с райден. И вот сюда мы точно воткнем этот бонус, бонус, бонус из урона. Да, это сюда тыкаем. Ну что, сюда получается и-то Егора. И-то, и-то Гора. Главное, чтобы Егора успел костануть до того, как он умрет. Сардагон, спасибо за кошку жену. Нерри, спасибо за трапика. И Атома тоже спасибо за трапика. Так, Гео, Гео. Я... Я уверен на 100%, что отряды я готовлю дольше, чем я это буду проходить. Кто у нас еще остался из ДДшек, кто может что-то раскидать? А? Кто? Кто у меня здесь сильный? Давайте Казуху с Альбедо возьмем. Зачем, не знаю. Но я чувствую, что надо. У нас просто есть бафик вот... Вот такой. Ой. Вот сюда мы еще ничего не взяли. Вот прям совсем. Так, уменьшает время отката. Повышает урон их взрывов стихий. Да, да, да. Слушайте, ульта Аяки. Надо, надо, надо. Хутао уйдет. Не, не моя Хутао точно. Не моя Хутао. Ну вот это вот у нас пятый, шестой отряд. Это прям самый такой отряд. Прям самый-самый. Так, чего дадим емочке? Так, чего дать емочке? Так, а деда я никуда не взял, поэтому это нам не нужно. Наносит гидроурон противникам в зоне. Ооо, слушайте. Гидроурон, а значит и гидростатус. Давайте-ка это возьмем вот сюда. Прыжок и повышает урон атаки в падении. Это мы возьмем вот сюда. Так. Не. А, так. Потребление выносливости, заряженные атаки. Угу. Урон. Заряженные атаки. Где-то моя Кицина бы сказала спасибо. 60 крит урона я бы, наверное, Йоми отдал. А вот этой, ну, сюда. Нэри, чего? Что со слезками? Ты чего? Зачем? Ну, да. Казуха и Альбедо, все хорошо. Вы ничего не смыслите. Все отлично. Тича, спасибо за трапика. Вы увидите, они вам сейчас всем покажут. Или нет? Вариант это. Всего два, правда. Они тут либо всем покажут, либо они никому ничего не покажут. Блин, вот что мне не нравится, это то, что, ну, все. Как бы Йома доигралась. Ой, а это же мы тут можем отряды... Ой, 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 я забыл. Я забыл, простите. Пардоньте. Забыл. Это же не всю комнату мне нужно одним отрядом проходить. Че это я? Э. Так, ну еще рано меняться, я так думаю. Мы еще можем хорошенько здесь моськи поломать. Мы даже ультанем еще вот сюда. Все, пора меняться, да? Эх, пора. Я же говорю, я готовился куда дольше, чем я это прохожу все. Причем намного дольше. Так, все, я так понимаю, да? Поиграли. Ну и ладно. Я прям чувствую, что мне куда-то надо ультануть. Куда особого смысла не имеет, но надо. Хоть сюда. Ну и ладно. Во! Во, во, во! А, о чем я говорил? О чем я говорил? Ну, он со своей задачей справился. Он поставил штучку. Штучку-то он поставил, правда же? Выходите, собаки, драться будем. А все, а урон закончился. Урон тупо закончился. Ну и ладно. Ну и ладно. Так, кто? Вот, а вы говорили, бесполезная пачка самая, да? Подходите, по одному. Бесполезная пачка. Это самая лучшая пачка. О-й-ой. Давайте сделаем все красиво. Чихо! Где ты? Так, переключаться еще рано, да? Нет, не рано. Че ты, блин? Ну, че смогли надамажить, то и надамажили. Все. Я не знаю, чему там набрали. Но, золотая медаль. Все. Ну, все. На сегодня мы контенты и прошли, по сути. Ну, все. Теперь ждать только завтра. Не, ивент этот мне нравится. Но, чтобы вот было больше комнат, чтобы за день можно было, я не знаю, этапов 10 таких закрывать, я был бы не против. А так, ну все, ну вот ивент. Ну, пожалуйста. 70 гемов заработали. Было трудно. Было очень трудно. Но мы справились, да? Я в два раза больше собирал свои отряды, чем мы это проходили. Ну все, 15 часов ждать. Но там же должно быть посложнее. А, мне 2000 только набрать нужно было. А-а-а. Можно даже было особо не пыхтеть. Так, давайте сейчас быстренько. Стоп, а мы это сделали? А, сделали. Ладно, тогда прыгаем в чайник. Я там плюшки еще не забрал. Стоп, стоп, стоп. Собери электрокул. Он висит здесь сколько, этот электрокул? С 2.0, наверное. И хорошо себе висит. Зачем его трогать? Нормально ему там живется. Может, у него семья уже здесь? Слушайте, правда, вон он. А где он? А-а-а. Ну, да. Он где-то... А где он? Погодите. А, это ты просто в воде? Серьезно? Вот прям серьезно. Угу. Угу. Он себя здесь хорошо чувствовал вполне. Мне где-то 20 еще кулов нужно собирать. А-а-а. Я не хочу. Меня туда не тянет от слова совсем. Я не хочу этим заниматься. Ой, блин. Кстати, это же отряд этот. Отряд для дейликов. Угу. Косичок вышел. Подождите. А, не-не-не. В смысле? Мы же... Мы же сегодня играем настоящими мужчинами. Никаких сегодня козы и всего остального. Не-не-не-не-не. Все. Слишком долго мы ими играли. Так. Хорошая недорогая еда. А-а. Все. Здоров и сыт. Ну, я бы не сказал, что мой Егора здоров. Прям здоров-здоров. Не, мне самому отряд этот нравится. Прям да. Прям мои пупсы. Ну, Альбедо сейчас стал прям приятным таким. За счет... В каком-то ивенте вот этот меч. Ну, относительно недавнем. Давали вот эту сигнатурку на Альбедо. И сейчас все очень даже неплохо. Мне не нравится, что Гора у меня умирает. Он просто умирает. Что бы он ни делал, он все равно умрет. А, на хребте второй ивент, когда мы картину Паймоши рисовали. Точно. Все. Я вспомнил. Да, причем, настолько хорошо мы эту картину нарисовали. что в итоге она до сих пор украшает глазки Паймона. Она вот, ну, ну, радует глаз, да? Ну, Нэри, да. Немножко. Прям, знаете, такая сидит, прям статная. Такое ощущение, что на этой картине она даже есть и не хочет. А, да, не, ну, наш вариант был даже лучше, кстати. Если так посудить, то наш вариант однозначно был лучше. Я сразу сказал, что мне наш вариант нравится куда больше, чем вот эта мазня. Опа, сахарозка, восьмой, ахнуло. Хорошо. Но, сахароза, сахароза, и меня интересует Диона. Так, сахароза восьмой, это понятно. Так, лисичка потихоньку апается. А где, вот. Так, ну, хорошо, Диона и Саю. Ну, Саю, карточку Саи мне еще очень долго. Получать? Хм. А что делать в чайнике? Украшать его, обустраивать, чтобы получать награды. Вы, правда, закройте глаза и представьте, что это и надзумский чайник, который у меня где-то там в планах давно-давно уже. Я не могу найти время, чтобы обустроить чайник. Но я, когда бегаю по миру, я собираю, стараюсь собирать деревья, чтобы потом не пришлось дело фармить. Я, наверное, наверное, наверное... Да, 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 делаю-делаю, хзшка. Каждый вечер мы с Лисой этим занимаемся. Не, не буду. Потому что, ну, на Трова я не могу это делать, поэтому я просто на Ютубе потом посмотрю. А, всем вечера запись. Судзаку, спасибо! Спасибо за Катопицу! Спасибо! Еще немножко эликсирчиков в нее вольем. Спасибо! Не, без внимания она у нас точно не останется. Че я хотел показать-то? А если мне не изменяет память? А, вон! Мне четыре лепестка сакуры осталось до финального количества, которое нужно на прокачку Аято. Я почти подготовился к нему. Люмин, спасибо за Трапика. Я почти готов к Аято. Ну, готов во всем, кроме так, Ф5, не Ф5, Ф3, Ф3. Я готов во всем, кроме гемов. Я на всех хожу. Феликс, привет! На боссов я всех по выходным хожу. По одному разу любого босса все равно нужно пробежать, чтобы совесть была чиста. ресурсы лишними никогда не будут. Сакуру. Ну, Сакура, дело такое. У нас еще свидание не закончено с одной прекрасной леди. Мы еще не добрались до финала. Мы вчера две концовки, по-моему, прошли. У нас еще три. Целых три концовки там висит. Ну, Сакура это, по сути, легендарная Сакура. Мне чем этот отряд нравится? Так это тем, что по Инадзуме очень удобно бегать в плане диковинок. Чича, спасибо. Спасибо за Трапика. Просто город он тем хорош, что он отмечает диковинки Инадзумы на карте и так приятно теперь по Инадзуме бегать. И вот мы встречаем такую штуку, а все. Не буду я менять отряд, мне лень. Я прям очень-очень-очень для этого ленив. Так, секунду, а мы там не настримили случайно на сундучок? А то должны были скоро. выполняется. Это где-то еще минут через 18 мы получим определенные бонусы, да? Ну и ладно, мы никуда особо не спешим. Ну, Феликс, добраться-то добраться, надо же это все дело закрыть. Ханкай никуда не убежит. но учитывая то, что я там еще на 11 главе вешу, и она еще и огромная к тому же. Да, 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 Нэри, там на второй запуск ракеты в неделю нужно уже не 50 тысяч маны, а 100, но я же надеюсь, мы сильные, да, мы, да, мы сможем, мы же сможем 150к за неделю нафармить-то. Вот за 50 мы уже запустили, и там уже 60 сейчас есть, но я думаю, мы 40 за сегодня и за субботу-воскресенье, я думаю, мы наберем. По крайней мере, я в вас верю. Воздух, спасибо за трапика. Ай, тихо, 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 как только мне в руки попадает Ипта, я начинаю делать во... О, кстати. Я еще не наигрался со своим Ео-отрядом, поэтому я как только вижу Хиличурлов, я бегу, бегу сюда тестировать что-нибудь. Ой, это, это, это было от Гора? Он, он, он так умеет? А, ладно. Гора умеет рычать? Ладно, бычок-то понятно, что умеет мычать, но Гора в бою рычит? Какие новые интересные подробности открываются. Казуха, ну, Казуха, ты, 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 ты пропустил перебывание в геостак. вот. Не, Феликс, Трофа сейчас, ну, а выбора, как бы, нет. Да и сама платформа довольно приятная. Валенка, как же приятно. Зачем я столько времени играл вот этими непонятными отрядами, когда есть это? Есть вот это, ребят, вот. Гора рычит, это, это, да, это. Да, 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 подождите, он каждую ешку рычит? Ну-ка, ну-ка, гора, подожди, подожди, подожди. Нет, не всегда рычит. Видимо, когда сильно злится, рычит. Я на это внимание вообще как-то не обращал. ну-ка, сейчас. Феликс, так, а твич-то тоже того? Твич полностью забулил ру комьюнити и, типа, смысл идти на платформу, которая тебя не считает за человека. Я, конечно, может быть, в жизни такие поступки когда-нибудь совершал, но в данном случае, ну, это просто себя не уважать. Я еще понимаю людей, которые там долго стримили, да, и у них, ну, понятно, что они к этому привыкли и все такое, но когда ты с ютуба куда-то переходишь, то у тебя вывод, ну, выбор у тебя либо идти на Трова, либо на Твич, и Твич блокирует вообще все выплаты для людей из России, а Трова такой, о, запускаем, запускаем специальную программу, а точнее выделяем под СНГ специальную эту, они специальную лигу выделили в Трова 500 для стран СНГ, все, а, вот это, подождите, Николаус, спасибо за окошко жену, так, а где, он же где-то рычит, а где, а почему у меня рычит, у меня он на Ешке рычит, я не понял, а сейчас не рычит, ну, он, видимо, собак вольный, и сам решает, когда ему рычать, когда ему не рычать, заставить его вряд ли получится, сломался, и то, ну, что поделать, вот, да, у нас еще три концовки, вот здесь, ах, ладно, вот эта концовка вчера была мягко говоря, уши раздирающей, если можно, да, можно, можно, можно так выразиться, так, а потом у нас было вот это, ну, и, пожалуй, сейчас, ага, контракт с жесткими условиями, давайте пройдем вот эту концовочку, погнали, да, я знаю, мне, мне тоже было не по себе вообще-то, священная сакура, именно она, да, да, ну, блин, ребят, я к ней просто уже привык, зачем, зачем лишний раз ее беспокоить, она уже так привыкла сидеть у меня в квестах, ей там так тепло, уютно, я не хочу мешать, перестань ныть, ага, да, 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 все, это все было, 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 мы сейчас просто вернемся и не станем на них сразу вылетать, да, нырит, да, но мы об этом никому не скажем, вот, сперва вернемся к юнцзинь, а затем уже посмотрим, что будет, надо не вспугнуть, негодяя, хорошо, хорошо, все, продумай, это редкая возможность, а мне нужно сформулировать вопросы для интервью, ты, подожди, убег, так, выслеживать, выслеживать этих заговорщиков, по-моему, лучше гора, ну, во-первых, у него слух лучше, у него нюх тоже лучше, взяли след, в прямом смысле, что-то удалось выяснить, да, в общем, ситуация вот какая, неприятная, понятна, было в этом редакторе что-то подозрительное, но такого я не ожидала, ну что, заявим на них Мелелитам, не на них, а я бы на него конкретно заявил, пока рано, он лишь задал несколько вопросов, статья не напечатана, Мелелиты не смогут ничего сделать, даже если мы к ним обратимся, кроме того, если мы поспешим сообщить о нем сейчас, это только даст ему больше материала для грязных статейок, блин, а сегодня, сегодня, если мы закроем три концовки раньше времени, может быть, и придется трогать Сакуру, ну вряд, не, не, бред какой-то, вы что, я сделаю вид, что у меня инет отрубился, и все будет нормально, ага, вряд ли они проворачивают это впервые, да, ну, у таких газеток никогда не бывает постоянных офисов и типографий, да, да, помним мы о челлендже, так что Сакура у нас останется на момент этого баннера с Аято, как только чуют опасность, растворяются без следа, поэтому их сложно поймать, меня на самом деле больше беспокоит другое, Тору, окажи мне услугу, передай письмо этой журналистке, хорошо, ну, она, видимо, поняла, что она человек хороший, отлично, спасибо, да, пойду, скорее всего, закрывать мировые квесты, причем буду делать это самым простым для себя способом, ах, редактор скоро придет, так что я подожду, доставь письмо, доставь письмо, полагаюсь на тебя, если все пойдет хорошо, мы получим передышку на несколько дней, в общем, я просто подойду к месту, где качается репутация Инадзума, открою вкладку с квестами, возьму название этого квеста, ну, по порядку, загуглю, где он берется, возьму его, буду выполнять, и так по порядку, вот просто в этом списке как квесты идут, я вот прямо так и пойду их делать, все, чтобы особо не мучиться, Унырь, я не уверен, что вообще есть какой-то максимальный, прям вообще-вообще не уверен, ну, нет пределов флуду же, прям вообще-вообще нету, уже девятый, ага, понял, хватит, думаешь, договоры это просто бумажки? Если не надо было бы торопиться, я б тебя сразу уволил, подумай об этом, а мне нужно идти, а мне что делать? это ты? ты друг госпожи Юнь? Юнь написала тебе письмо, госпожа Юнь, письмо, да, сейчас прочту, Субару, спасибо за окошко жену, Уму, Уму, чего? Уму, не могу поверить, а, чего там, госпожа Юнь написала, что по закону Лиоя, любой накладываемый штраф не может существенно превышать сумму зарплаты, запрещены трудовые договоры, которые в случае нарушения делают сотрудника банкротом, такой документ не имеет юридической силы, а, ну, если в договоре написано, что твоя зарплата, скажем, две кошка жены, а если, ну, и там прописано, что в случае невыполнения договора ты отдашь сто кошка жен, ну, да, понятно, что это, ну, незаконно, так что он не только не получит с меня денег, но я могу передать этот договор в департамент по делам граждан, я не ожидала такого, когда искала работу, просто подписала договор, я всегда думала, что госпожа Юнь только прекрасная оперная певица, а она еще и в правовых аспектах вон разбирается, да, она просто удивительная, если бы я не старалась всеми силами привлечь внимание госпожи Юнь, то ничего бы не произошло, ну, а то мы там мы знаем, что такое мелкий шрифт, и мало кто его из нас читает, не ожидала, что госпожа Юнь поможет мне решить мои проблемы, так, можешь отвезти меня туда, где они скрываются, но Буи говорит, что я на испытательном сроке, поэтому он не рассказывал мне, где они работают, кроме того, я передаю все черновики своих статей непосредственно ему, так что у меня нет никаких улик, какой расчетливый и коварный тип, но в письме говорится, что моего заявления и договора достаточно, чтобы милилиты разобрались с ним, если госпожа Юнь так считает, то думаю она знает, что говорит, надо заявить на него, Субару не сыпь на рану, ничего, во, я, я нашел еще одну причину, почему я не хочу смотреть стрим разрабов, потому что на твиче, а все, а вот, еще один аргумент, в пользу православного ютуба, ну, точнее, сейчас уже не совсем, но, не суть, ладно, думаю, хватит об этом, у вас остались вопросы? Что я могу сказать, господа Юнь, у вас так много замечательных качеств, давайте немного побеседуем еще, если я позже вспомню о каком-то вопросе, который не успел задать, то потом буду очень сожалеть. Итак, это, а где ваш друг, с которым вы были? Заяву на тебя писал. Не боится ли он интервью? Да тут я тут, только вот тебе тоже надо бы бояться. Ага, Тору, а вот и вы. Этот господин вас заждался. Угу, угу. Ты? Ты с Ши Юнь? Эй, что происходит? Ши Юнь, не забывай, ты договор подписала? Забавно. А мы как раз хотели бы обсудить этот договор. Давай, Феликс. Я уже все знаю. Договор, который ты заставил меня подписать. Не стоит той бумаги, на которой он написан. Чего? Смешно. Там все ясно как день. Думаешь, я не изучил все тщательно? Изучил? О, господин редактор еще и юриспруденцией увлекается. Ну, она новенькая и еще не понимает, как все устроено. Мои извинения. А теперь вернемся к интервью. А, ну то есть ты понимаешь, да, как все устроено? Ничего страшного. Я недавно тоже почитала юридические документы. Многие вещи сложно сразу понять. Яркий пример договоры в нашей оперной труппе. Я только ознакомилась с указами павильона лунного моря, как внезапно Цисин дали им новое толкование. Так что мне любопытно, как вы можете быть полностью уверенными, что ничего не упустили из вида. Ну, уверен, я точно прочитал все, что относилось к вопросу. В соответствии с действующим законодательством, условия штрафа в моем трудовом договоре являются необоснованными и эксплуататорскими. Я заявлю на тебя миллилитом за вымогательство. Чепуха! Это ж смешно! Боже мой, нам, наверное, следует на этом закончить интервью. Не слушайте ее! У меня законный бизнес! Все, что мы делаем, соответствует нормам законодательства! Ага, угу. О, я не сомневаюсь в этом, но это напоминает случай, о котором я читала недавно. Как только на вас заявят, и миллилиты придут с инспекцией, они не только изучат каждую имеющуюся у вас лицензию и каждую публикацию, но также проверят, соблюдают ли вы технику пожарной безопасности. Эйтами, спасибо, спасибо за две кошка-жены, да, они еще и на кухню пойдут тараканов искать, о, тут, тут, да, ситуация. Так что лучше бы уже начать готовиться к их приходу. Ну, то есть я не против продолжить интервью, но не хотела бы отнимать ваше драгоценное время, если вам нужно перепроверить какие-либо вопросы с юридической точки зрения. Я вам этого не прощу. Иди, иди, устанавливай извещатели, тараканов выгоняй. так просто не сбежишь. В панике удалился. Госпожа Юнь, почему вы остановили меня? Ну, он же уничтожит все улики, как только вернется. Верно, а моего договора достаточно, чтобы его арестовали, да? Или она наврала. я не юрист, я понятия не имею. А, ой, ой, то есть, возможно, с договором там вообще все в порядке и проблем с ним никаких нет. Ля, какая мышулька хитрая, да? Переиграла и уничтожила, угу. Это была лишь уловка, чтобы он показал нам путь. Путь? Уловка? К логову? Индзинь, милевит и следует за ним. Судя по всему, он направляется в логово сообщников. Я очень надеюсь, что этим желтым газетчикам преподадут хороший урок. Это бы сильно упростило мне жизнь. А, вот оно что. Да, пока ты относил письмо, я попросила Юнин доложить о происходящем милевитам. Штраф в договоре Ши Юни слишком сурово. Даже если они не нарушают закон, они наверняка используют какие-то лазейки. У любого, кто так работает, совесть нечиста. Так что мне оставалось только устроить небольшое шоу с редактором паровой птицы в главной роли. А теперь он приведет нас к вещественным заказательствам. Не могу поверить, что ты держала нас в неведенье. Ну, актерская игра должна быть достоверной. Да. Этой реакции скоро придет конец. А, этой редакции скоро придет конец. И хорошо. Надеюсь, это заставит и другие газеты пересмотреть свое поведение. Ой, есть мысли, кстати. А может натравить его на его же конкурентов? до меня дошло. Я ведь осталась без работы. А, внезапное осознание, да? А, ты хочешь опубликовать статью в паровой птице? На этот раз? В настоящей? Да, конечно. А они примут от меня статью? Ну, если интервью тебе дадут, то да. Юнь-Юн, когда мы можем устроить следующее интервью? О, в этот раз ты решила меня спросить? Послезавтра утром. Пойдет? Хорошо. Ши-Юнь, давай продолжим беседу о выступлении через два дня. Неужели я смогу взять полноценное интервью? Хорошо. Думаю, я знаю, о чем хочу написать. Спасибо, госпожа Юнь. Не стоит благодарности. Пусть это станет источником вдохновения для нас обеих. Вы посмотрите, какие! И вы посмотрите, какая прелесть! Ах! Нет, этот арт все же шикарен. Так, ребят, давайте-ка сделаем небольшой перерыв. Самое время. Пять минут и пора продолжим. и губь. Так. В так. Субтитры делал DimaTorzok